Армения 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 интересам Армении. По меньшей мере, так обстоят дела в части Белоруссии, Киргизии и Казахстана. По случаю годовщины 44-дневной войны мы наблюдали, как они даже поздравили Азербайджан. Разумеется, они не пойдут против Азербайджана, а Россия вообще, что тогда, что сейчас, ведет себя недееспособна. В обоих случаях мы видим в последнем заявлении, насколько я с ним знаком, что российская сторона использует как отговорку то обстоятельство, что к ним не было письменного обращения. Хотя я считаю, во-первых, наша страна должна быть обратилась, а во-вторых, в конце концов, устное обращение официального лица также является обращением. Они ищут отговорки, чтобы не выполнять свои обязательства согласно даже двухсторонним договорам. Хочу вновь повторить, по этой причине мы считаем, что если те организации, членом которых является Армения, не предпринимают соответствующие действия, значит, мы должны обратиться в ООН. Хорошо, господин Папян, можем ли мы считать это очередной договорной войной со стороны России и Азербайджана? Знаете, азербайджанцы сами пишут, что Армения развязала войну? Не только это, это в свою очередь, но они также пишут. Разве может Азербайджан начать военные действия без разрешения и согласия России? Они хорошо понимают, что, к примеру, если бы Россия хотела, то остановила бы боевые действия. Но если бы они были прекращены вчера, потому что они начались не сейчас, уже со вчерашнего дня были определенные действия, рычаги давления на Армению были бы слабее. В данном случае применяется приблизительно следующая политика, то, что было сделано в Арцахе. То есть спровоцировать войну, обречь Армению на военное поражение, потом прийти спасти, разместить там войска и подвергнуть Сюник арцахизации. Иными словами, передать Сюник под военный контроль России. Вы хотите сказать, Россия спровоцировала эту войну? В интересах России сделать Сюник своим. Я еще несколько месяцев назад говорил об этом в своих интервью. Проводится абхазиация Арцаха и арцахизация Сюника. И я четко отметил, что есть второй план Лаврова в виде передачи Сюника под контроль России. Это и реализовывается. Не случайно, что это происходит на территории между Джермуком и Сесианом, на самой узкой территории, потому что это важно. Без Сюника контроль над Арцахом мало что дает России. Не будем забывать, что в Сюнике находится 8% мировых запасов молибдена и столько же меди. А открытие коммуникаций необходимо только для того, чтобы вывезти это сырье в Россию.